Что такое Египет? Египет это ненависть, митсра им, митсра, олицетворение или концентрация зла. Это в которой мы находимся. Что такое народ Израиля, вошедший в Египет? Это еще ничего, это еще не народ. Это еще не народ, это еще семья, да? Только тогда, когда стоят у горы Синай и принимают вот это условие возвышения над эгоизмом, они называются народом. Что такое хороший фараон, который принял этот ненарод, допустим? Как бы он был сначала хорош с евреями. Это относительно человека, ему кажется, что его эгоизм ведет его вперед. Цивилизация, распространение движения, мы полетим к звездам, мы все захватим, все опознаем, все обнаружим. Мы, 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 мы. Это хороший эгоизм, который кажется человеку хорошим. Он необходим, иначе мы бы не развивались. Если бы ребенку мы не потакали, а все время ограничивали, он бы не развивался. Нам надо наоборот дать ему, дать ему, дать ему постоянно, постоянно развиваться, даже эгоистически, неважно как. А потом начинать уже с момента. Поэтому он достигает определенного возраста, допустим, 13-летия. И тогда мы начинаем его уже обучать, как ограничивать себя. А до этого времени считается, что у человека есть только ецара, только зло. А начиная с 13 лет и далее, уже может появляться добро под воздействием воспитания. Но 13 лет – это такое условное понятие. И Баля Сулам пишет об этом в предисловии книги «Зор». Я помню, как мой сын говорил, он учился в религиозных заведениях. Он говорит, что от меня хочешь. Мне сейчас 9 лет, а до 13 лет. Не трогай меня. Да, подожди. То есть это и называется 7 тучных лет, которые существуют. То есть 7 хороших, когда хорошо выявить. Да, очень хорошо, все довольны и все. И вдруг, когда они начинают… Ну, минуточку. Но они объединяются. Они пытаются объединиться, и все между ними хорошо поначалу. Они участвуют во всяких своих работах общих и так далее. И эгоизм им потакает. Он их как бы завлекает в это. Будьте вместе, все хорошо, правильно и так далее. А потом начинают проявляться между ними как раздоры. Это так же, как мы видим и во влюбленных, допустим, когда они соединяются вместе. Или в любых других международных, допустим, общениях. Вот мы сейчас согласуем что-то, сделаем то-то. Мы, 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 мы достигнем чего-то. Все нормально, эгоизм хорош. Все хорошо. И вдруг изнутри идет что-то плохое. И всегда так. Что бы мы ни начинали, всегда, в конце концов, возникает помеха. Это называется, что встал. Встает в плохой фараон. Везде, в любых действиях, так оно и будет. Нечего ожидать. Если ты начинаешь что-то, ты знай. Если у тебя действие, которое ты не приводишь с помощью любви, которое ты привлекаешь, взаимосвязи, с помощью методики кабалы, к уравновешиванию между злом и добром, то одно зло, оно тебя сначала привлекает, а потом умертвляет. То есть ангел смерти, он завлекает тебя, завлекает, и дает тебе каплю яда, и ты умираешь. Продолжение следует...